ребята в лидле появилась у тебя как клубника такая настоящая натуральная я подумаю может быть возьму себя для сегодня в радобурге потом вам расскажу почему и те уже такая будет как настоящая небе и понюхать конечно ну ладно не слышу запаха сейчас я привыкла что лидл маленький а тут такой в радобурге такой видом классный большой такой с таким шикарным выбором ребята сегодня еще один из самых крупных магазинов лидл который я встречала правда очень хорошее впечатление оставляет но кстати говоря сказали что здесь рыба красная по 20 ойра килограмм вот я за ней пришла хочу посмотреть если получится то возьму буду искать а вот кстати рыба есть я уже вижу рыбу вот она ребята рыба до 1929 килограмм стоит даже меньше получается да лакс сырая это понимаю надо ее самим солить вот ну вот вот это гораздо дешевле чем чем покупать уже соленую креветки по 299 320 грамм привет так сейчас надо определиться какую взять можно будет засолить форель вот есть которые поинтересуются лакс форель 1259 я так понимаю что это килограмм стоит да ребята ну да кто у нас еще есть дорадо дорадо по скидке кстати так этого а вот уже соленая видите так ладно сейчас посмотрим разберемся что к чему и что почем те ребята открываю для себя лидл заново еще такого лидла большого не видела никогда правда для меня лидл это маленький какой-то магазин такой знаете где низкие цены ну бюджетный такой магазин вот тут конечно выбор даже того же алкоголя не знаю правда насколько он хорош этот алкоголь по такой цене вот мясные лавки там очень хорошие там где мясо колбаска я там кое-что взяла я вам покажу потом когда приеду в квартиру сделаю обзор покупок и это не хвастовство ребята нет потому что написали зачем вы хвастаетесь тем что вы купили ну купили да и купили я не хвастаюсь ребят куском колбасы и куском хлеба никто не хвастается ну да вообще как бы знаете дикость какая-то совершенно хвастаться едой сыру много очень разных у меня сыр пока есть поэтому сыр я брать не буду кстати говоря ладно тему сыра мы пока оставим не буду набирать ничего такого тем более я не вижу копченого сыра я бы взяла здесь его как-то нету я не вижу ребята ладно пойдем пойдем отсюда но магазин очень приятный правда даже очень а вот есть еще сыры какие-то тут и этот старый амстердам есть выдержанный сыр ну в общем ладно сыром пока что тема закрыта очень большой выбор всяких разных сыров и моцарелла моцарелла мини что только они придумали творожные сыры разные намазки все филадельфия 2.35 по сниженной цене 175 грамм ну на 4 цента снизили представляете остыть берега ладно окей это так замануха просто замануха так дальше уже пошли всякие сладости которые мне нельзя йогурты в общем вот так вот ребята сегодня такой шоппинг получился небольшой так всем привет поближе сейчас я вам расскажу зачем я ездила в рады в радыбург не в радыбург в радыбург я все время путаю ездила к мастеру постриглась так вот у меня получилось вернее у нее вот короче что-то типа каре вот я думала что она мне снимет немножко меньше но короче теперь у меня и щелка вот теперь я вот такая вот там получается вроде бы как маленький хвостик но пока у меня его желание завязывать нет ребят сейчас вам покажу что я купила не хвастаюсь не пишите что я хвастаюсь пожалуйста потому что написали уже что я хвастаюсь зачем вы хвастаетесь короче показать продукты что-то купила это не хвастарство реально так это у меня баночка я брала с собой ред булла но я его не выпила поэтому это не покупка это так значит в лидл в радыбурге я купила себе вот таких вот два бекона вот тут получается у нас сейчас вторая упаковка по сколько грамм по 100 грамм там хочу попробовать еще какой он любят потому что в Каффланди вкусный хороший но такого как в Каффланди там не было дальше купила вот такие вот как это называется заливное да ну что-то в желе я покупала раньше часто вот такой вот с грибочками кусочки мяса 200 грамм тоже две упаковочки две штучки купила так купила себе вот такие вот сосиски белые они вообще-то идут больше для жарки для костра для барбекю ну в общем короче а я хочу отварить вот почему-то хочу отварить и все как-то вот так вот дальше ребята купила вот такие вот две упаковки красной рыбы ну понятно что она сырая да ее надо засолить я сегодня ее обязательно засолю но показывать снимать рецепт не буду потому что я снимала ну этот рецепт знают все короче говоря что у нас тут получается на вот этот вот килограмм рыбки у меня пойдет одна столовая ложка соли и одна столовая ложка сахара значит я дам наверное ей постоять немножечко в тепле в начале вот а потом отправлю на сутки в холодильник вот такой вот оптимальный вариант посола рыбы я выбрала для себя очень классный очень хороший если я видела что пишут девочки рецепты что одна столовая ложка соли и две столовых ложки сахара я пробовала мне так говорила Таня кстати моя парикмахер которая меня стригла сегодня вот мне понравилась мне сладковато мне не очень поэтому я выбираю рецепт один к одному вот и все так что еще купила помидоры вот такие купила красные ребят я чек не брала не знаю знаю сколько стоит рыба сколько примерно стоят сосиски в общем вот так вот пообщалась немножко с стани с мастером со своим вот вот поговорили о проблемах которые сейчас в германии есть я ей рассказала о том что я получила всего лишь отзвай по немецкому вот но она не сказала что язык надо учить потому что тем не менее ну как как бы это важно вот сказала что сама она тоже не знает этих артиклей и падежей но она говорит без падежей без артиклей вот неправильно ее немцы понимают и самое главное что она понимает немцев вот она здесь живет уже очень-очень ну как ребята не первый год да давно живет в Германии поэтому вот так вот говорили также о проблеме иммигрантов да я как раз как-то так вспомнила говорю вот мы на ориентируем курс завели тему о мигрантах нас спрашивали все ну в общем мы с ней примерно одинакового мнения оказались потому что тема это очень сложная очень непростая ну ребят да к сожалению вот так вот здесь еще в Саксонии в Дрездене идешь по улице то немцы есть а вот когда я в Ханау жила там конечно ребятки проблема там идешь и там там не то что немцы там уже очень часто встретить человека ну я так обтекаемо мягко вам скажу христианской веры невозможно потому что все вот так вот да и почему так происходит ну понятно не будем говорить почему но тем не менее это так и есть есть такая проблема уже в Германии вот и кстати говоря к этой же проблеме обсудили тему катастрофического дефицита врачей в Германии Таня мне сказала что два с половиной месяца ждала термина к хаус артсу на минуточку да и еще два с половиной месяца она будет ждать термин на чекап и говорит доктору ну почему ну вот а доктор отвечает что а что ты собственно говоря хочешь да нет некому люди прибывают и прибывают людей становится все больше и больше и будет еще хуже ну в общем порадовала доктор вот также тему преподавателей вот у нее сын учится в школе она говорит что вот такая ситуация что на сегодняшний день два человека две женщины уходят в декрет слава богу что они уходят в декрет вот и два человека уходят на пенсию и учителей при этом практически не остается учить некому а это значит что под вопросом на следующий год физика что там еще химия может быть да то есть вообще непонятно как так что что то а я говорю а что делает при этом молодое население Германии куда она девается куда девается вроде бы так вот ходишь по улице смотришь вроде бы умная молодежь которая должна восполнять ряды и педагогов и врачей ну чтобы не было этого дефицита она как-то я не знаю вот так вот мне это тоже пока ребят непонятно не знаю не могу найти на этот вопрос ответ может быть кто то знает ответ напишите в комментариях что как всегда я желаю спокойного мирного тихого неба тихих спокойных днів и ночей чтобы все у нас нарешті стало добре чтобы все стало гаразд чтобы нарешті перейшов мир в Украину чтобы было мирно в каждом доме в каждой стране чтобы вы были обовязково все здоровые чтобы вы не писали чтобы вы не думали про меня потому что здоровье это главное берите Боже каждого особенно кто сейчас в Украине и всем пока пока